Максим Хакимов занимается воркаутом уже более двух лет. Об этом виде спорта он узнал от друзей. Наблюдая за тем, как на обычных спортивных площадках, где есть турники и брусья, а этого вполне достаточно для уличного воркаута, ребята вытворяют настоящие чудеса акробатики, Максим решил присоединиться к ним и стал заниматься сам. Когда они разговаривали, я стал потягиваться там постепенно, и друзья уже начали замечать, что я достигаю успеха каких-то, но уже стал с ними в лестнику играть, их постепенно втягивал. Ну, конечно, они не так втянулись, как я, но мне понравилось. Теперь я занимаюсь этим, уже купил жилет специальный, утяжелитель, буду продолжать. Воркаут – одна из разновидностей массовых физкультурных занятий, включает в себя выполнение различных упражнений на уличных спортплощадках, а именно на турниках, брусьях, шведских стенках, горизонтальных лестницах и прочих конструкциях. Сегодня воркаут еще не является официальным видом спорта в России, но с каждым годом активно набирает популярность среди молодежи. Дворец спорта «Видное» начал активную программу по развитию уличных видов спорта на площадках города. 29 июля состоялась первая открытая тренировка по воркауту. Это будет проходить в дальнейшем как система тренировок, как на площадках города, так и в дворце. Будут общие тренировки, чтобы ребята друг на друга смотрели, соревновались между собой, общались и развивались. В дальнейшем, может быть, из старших создастся какая-то тренерская команда для более младших, когда мы пойдем в школы. Ты знаком с таким видом спорта, как воркаут? Ну, не совсем, но я вроде наподобие от друзей такое слышал. Ну, хотел бы сам заниматься? Можно. Основная идея воркаута – доступность спорта. Ведь упражняться можно практически везде, получая положительные эмоции от движения. Согласитесь, лучше заниматься чем-то, чем сидеть на лавке, ничего не делать, или дома сидеть за компьютером. Это интересно. Начиналось тоже все просто с подтягиваний. А потом как-то начали вот эти базовые элементы делать, там выход на дверь, и вот затянуло. Свободная атмосфера уличных тренировок, дружеское общение притягивают к себе тех молодых людей, которые стремятся не столько накачать мышцы или научиться исполнять фигурный элемент, сколько почувствовать себя творцом своих возможностей, так как вместе с телом закаляются и волевые характеристики личности. Наталья Буслаева, Алексей Иванов, Екатерина Чернышева, Видное ТВ.